всем привет сегодня я продолжаю снимать видео про дым экзамен 1s и 3 уроком сегодня буду рассказывать про также формы но с кодом то есть они будем программировать смотреть там как то работает изнутри очень классно но и сложно одновременно я создал это самая база создал просто один справочник в котором мы будем все это делать его название говорит что сейчас будет и в нем просто данный сотрудник это ссылочка на наш паркнек сотрудник то же самое с номенклатурой и пример для того чтобы показать пример знать не создаю обыкновенную форму мы помним сюда как из прошлого урока как красиво дизайнерские ходы делать на сегодня не вязать сегодня тупо программирование и я попытаюсь даже показать сначала но самое простое калькулятор который мне только плюсовать но потом будет покруче я показываю для того чтобы плюсовать умножать это всегда нужно то есть когда мы дойдем до документов то нам например надо будет количество и сумму он то есть количество и цену умножать что получить сумму тут тоже самое я даже забыл в нем хочется до создать для полной полноты это таблицу потому что плюсовать элементы просто так который тут валяется элементы которые есть таблицы это две разные вещи количество цена я вам их естественно число потому что строки нельзя плюсовать можно только они там просто слить и становится но это вообще не то про строчки но что-то рассказывать строчки ничего такого нет сумма в реальном мире кстати где он длина 15 и точность 2 ночи в копеечке чтобы копеечки бы а у количество точность не надо иногда надо смотреть считаем и вот выносим прям табличную часть она говорит а добавить прям все из табличной части мы говорим да и она добавляет не сам не только саму табличную часть но и и так старый пиздец это очень удобно прикольно но я пришел показывать калькулятор значит есть такой прикол как объект и штука которая находится не в объекте прикол том что все вещи которые находятся здесь и в объекте они запоминаются то есть если я сейчас создам реквизит один с типом данных число и попробую это все дело сохранить и внести этот справочник под систему обры идем в кадры виде наше изделательство создаем чем мы видим а мы видим что мы забыли вынести реквизит один который мы там создали мы это замечаем мы это исправляем и запускаем заново издевательство создать так вот прикол то что в номиновании я могу также начать все что угодно в примере также ну и номенклатуру там выбрать понятное дело но если я здесь напишу любое число 8 записать и закрыть эти вещи запомнились а это нет она существует только в текущем так скажем в открытом сеансе каждый раз когда я закрываю то всем я скажу временные файлы до прикол том что тут и с этим надо думать что хранится временном хранилище и когда я просто закрываю эту штуку никогда я лезу на сервер в коде в том числе то все временные файлы например вот эта семерочка временных файлов все не запоминается хоть за перезаписывайся она просто этого обваливается еще так что мы нам это нужно потому что сейчас у нас будет обычный калькулятор нам прям создавать лишние переменные для того чтобы делать калькулятор можно но не надо создаем остальные реквизиты с типом число и третий реквизит где-то типа результат нас будет храниться переименовывать долго и скучно я этого делать не буду но теперь нам надо как-то всю эту фигню считать и у нас есть очень много способов как-то сделать один из способов это создать кнопку но можно здесь ее создать но она не будет функциональной чтобы был у него функционал надо создать команду ну я покажу сразу несколько способов как можно считать одна из них будет как-то команда создаем ее сумму назовем чтобы она считала и можем ее несколькими спонсами вынести можем вот так ее вынести там при помощи дизайнерского урока из прошлого видео вы можете понять как кнопку откосил куда-то поместить но здесь будем тут программировать так а второй способ это также добавить кнопку и указать ей просто она кстати не видимо но если мы укажем имя команды сумма она станет видимой все прекрасно такой самоудобное просто перенести есть также стандартные команды и глобальные команды но про них там вот прогал глобальный вообще даже не надо думать а вот стандартный максимум что там пригодится я можно вывести стандартный команд такие как запись и закрыть они здесь же хранятся их можно тупо перемещать оба на они появляются но максимум дет пригодится вас например могут попросить создать форме списка не просто кнопку а еще кнопку изменить то есть не хватает того что просто можно кликнуть элемент два раза и вы в него заходите еще и редактируйте надо чтобы было еще и кнопка не бывает такое что там требуется ну или надо снова по смыслу понять или просто на всех случае добавить я его тоже добавил я даже покажу как еще разик стандартные команды форма изменить все она тут появляется когда мы находимся каком-то элементе после чего нажимаем изменить она меняется тут я истерка играл с оправлением может цельку что урок на что-то смотреть тут и так понятнее по смыслу я могу даже фигуру поменять о овальчик ладно это пока стандартный команду все надо залезть почитайте поймите все еще лучше сможем но у нас пока команды и вот ну как бы кнопка будет прикольно но если будем нажимать ничего не будет происходить но чтобы что-то происходило мы выбираем действие здесь тоже очень важно понять что вообще такое на клиенте на сервере все такое на контексте сделаю спойлер вообще об этом даже не думаете можете выкинуть из головы не знаю зачем это очень нужно но знаю просто это бесполезно всегда можно использовать или только на создание на клиенте или на сервере поясняю за клиент на клиенте это что-то похоже тоже на временные файлы то же самое вот эти реквизиты будут на клиенте работать только здесь то есть если я на клиенте хочу плюсом и 2 эти штуки реквизит 1 и 2 и вывести сумму это можно сделать могу пример отсюда вытаскивать количество как тут изменять могу все делать в этой форме при помощи на клиенте но и вдруг я захочу вывести конец значения например у меня номенклатуре будет там строчка вид номенклатуры я хочу ее куда-то вывести вот краски в пример хочу вывести какой-то вид номенклатуры у нас с выбран но я не смогу это сделать на клиенте она напишет ошибку я сейчас покажу ваши примеры и поймете почему ну вы видите ошибку потому что она на сервере только эти данные хранятся там вообще надо целый курс изучать чуткой сервер но нас так программная часть и прямо на живых ошибках я буду все объяснять потому что будет нагляднее чем 200 раз базаре планы как действия не делаем и создаем ее сразу на сервере для примера я эту строчку закомментирую но она вызывает функцию на сервере процедур на сервере и чё надо посчитать реквизит 1 и реквизит 2 и вывести сумму как же это делается очень просто чтобы обратиться к ним надо вести их имена вот из отсюда то есть прям реквизит 1 и реквизит 2 так и пишем но для того чтобы писать быстрее этого счет лютая вещь в один из я из-за этого тоже очень обожаю нажимаем control пробел и нам какая водится контекстная подсказка здесь просто представлены все что мы можем написать тут не только наши переменные можно увидеть кроме сразу можно написать с ним чуть делать но и всякие процедуры функции обычные вещи вообще все вводится но про не попозже по ходу дело выбираем реквизит 3 и туда мы будем выводить всю сумму нажимаем равно и пишем реквизит 1 плюс 2 все сохраняем запускаем кадры издевательства создать вывожу 55 тут ничего не вывожу сумма десяточка меняем здесь тоже пока мне нажимаем на кнопку мясо не будет это можно зачем-то тоже поменять все равно все выводится все как бы так считает можем всякие стать ведь знаки умножения деления и так далее теперь я покажу как делать то же самое но по-другому мы можем взять любое поле и нажать на закладку события и вот тут просто открывается фантазии то есть надо понять по смыслу вот при изменении и при изменении будет выполняться то действие которое мы опишем вот здесь ну вот я тоже созданных ленте здесь и как год по смысл понимают при открытии действия будут выполняться при очистки этой действия будут полна при создании то есть это тоже очень важная вещь то есть напрямую сил форумы нажимаем событие но всего и нам очень часто понадобится перед изменения записью то же самое на сервере при создании при открытии ну по сути пока все она еще и при чтении ну где там тут есть долго искать но и выберем у первого поля при изменении и вот это же самое можем сделать но чтобы не писать дважды одно и то же например пользователь может сначала вести реквизит 1 на них считается и реквизита 2 над создать то же самое событие но можно выбрать просто вот тоже самое реквизит 1 то есть его действия и от действий тоже сам будет повторять обновляем запускаем и вот без нажатия кнопки сумма она сразу же считает то есть вот увидели я написал тут нолик она 5 плюс 0 все печера все то же самое как бы мы научились умножать плюсовать и так далее теперь поиграемся с табличной частью и все время жать на кнопку сумма это не вариант так что эти действия будет при изменении вот тут гораздо я так сказал ну не сложнее типа вообще прикол один из такой мы пишем элементы . таблица сейчас я поясню что это выбираем текущие данные . и название реквизита табличной части количество алицу то же самое количество умножаем на то же самое цена сейчас я объясню что это залито и дичь короче элементы это есть объект а есть элементы только элементы они как бы так скажем больше по теме декораций это вообще прикол что она может еще и текущие данные выводить но это универсальная штучка на самом например мы можем взять элементы . например наименование мы выбрали типа элемент наименования вот эту вещь я хочу нее например поменять он ставим . он и формат цвет фона вот и до менять краски в 1с это тоже целая технология все я сделал небольшую такую паузу я немножко забыл чтобы задать хоть какой-нибудь цвет нам понадобится вот цвета я бы сказал такая самая легкая вещь мы просто пишем вот цвета нажимаем . и нам выдаются все возможные цвета так скажем предопределенные которые мы можем выбрать например красный вводим и все и этот фон покраситься в красный там всяк заморачиваться rgb кишку писать прям по 255 10 5 0 там что вы это нам не надо просто вот цвета . выбираем цвет из предложенного списка это вдруг есть понадобится проверяем а не проверяем потому что цене тоже самое надо же ту же самую функцию ну я уже пояснял пользователь может ввести сначала цену потом количество и так далее значит надо полностью . пояснить мы выбрали элементы но мы поняли что они делают так на самом деле ничего не поняли но нам просто надо знать мы пишем элементы таблица таблица это название табличной части но его задали вот здесь впоследствии пишем текущие данные а текущие данные это именно та строчка на которой мы стоим то есть создать добавить вот это называется текущие данные если нажму снова добавить текущие данные это будет вторая строчка вот таким образом что первое ее текущие данные то есть я не смогу на тут написать количество 5 поменялось а тут количество 6 сумма посчиталась просто эту штуку глинить если я напишу здесь 5 сумма естественно не посчитается типа 5 умножить на 6 будет только из этой 6 . и тут также меняется естественно фон потому что мы это прописали по сути все да вот так считается табличной части надо обязательно просто заполнить пишем элементы название табличной части текущие данные . да если напишем эту . тут не будет выводиться все возможные пилит который тут обитают к сожалению такой минус надо и по памяти идет а вот тут смотреть копировать пишем название реквизита и все и равно можно еще если там так надо писать например переменные переменные в одном уровне равно текущие данные ну и также и те вместо того чтобы писать вот эту длинную строчку элемент таблицы текущие данные мы просто пишем переменные 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 и переменные и она сама поймет чего мы как делаем сохраняю то же самое все и кстати мы как раз проверим если мы тоже самое сделаем вот здесь это посчитаем запомнится ли цвет этой форме я знаете почему потому что все вот эта фигня делается так скажем тупо здесь тупо в этом коде и пока мы вообще тут обитаем все временных файлах и когда мы выходим все прекращает запоминаться ну кроме этих значений естественно запомнится все будет классно мы научились считать как в обычной реквизите так в табличной части теперь попробуем посчитать если какая-то у нас переменная находится в другом месте или даже не просто переменные от всякие слова вытаскивать пол например сотрудника и так далее для всяких выражений так далее как мы это будем делать то есть например мы выбираем при изменении мы при изменении это просто когда мы ввели числом нажимаем enter она подействует надо было это вначале пояснить но на этот раз создать на клиенте у нас не получится на создавать на сервере сервере хотя здесь показать обхожу здесь и главный прикол в том что это ссылка то есть тип данных хранящий здесь это ссылка на номенклатуру а из ссылки мы можем вытащить все что угодно сейчас покажу разницу мы пишем объект . номенклатуру чему я вначале написал слова объекта не просто номенклатура потому что они обитают здесь то есть объект . сотрудники ой номенклатура мы писали потому что она сначала в объект зайти и только потом писать номенклатура ну да и такой прикол здесь они ни под кем не находятся и мы их сразу же пишем а здесь номенклатура находится под объектом и надо обязательно писать объект слова и попробуем каким-то образом отсюда вытащить я пишу точку единственно что можно сделать это вот эти хрень но нам это не надо ну я например сделаю нормальную весь напишу вот эту же строчку вот здесь поставлю точку и теперь мы можем только вытаскивать какие-либо значения именно выбранные номенклатуры например вид номенклатур хочу вытащить и это значение но это кстати функция я обязательно чему-то присвоить и я ее присваивают объект . пример таким образом выбирая какую-либо номенклатуру но сначала там создам любкую вещь 123 с видом материал ну даже вторую создам вообще для крутого примера и услуга издевательство создать вызываем номенклатуру 123 и она автоматом подставляет что это за материал а если мы выберем 321 по услугам то есть она понимает какой мы именно обращаемся номенклатуре точнее какому элементу номенклатуры и тупо из него берет эти данные таким образом если тут был буквально число мы можем вытащить и просто посчитать давайте это и сделаем да не сохраняйте значит когда выбираем номенклатуру он номенклатуру будет хранится число так и она автоматом будет сюда подставляться пропишем это значит при изменении номенклатуры да если бы эту же самую строчку написал здесь она уже мне на прям тут не напишет ошибку но или не напишет но она напишет не ошибка обязательно вот здесь вот потому что она не понимает почему мы вообще пишу после номенклатуры . вид номенклатуру вообще не понимать не обнаружено поле вот почему мы пишем на сервере это вещь максимум что можно вытащить просто номинование номенклатуры вот вот эту штуку еще и присвоить к примеру но этого нам недостаточно наберем не плату и значит мы делаем теперь то же самое только пишем не пример а реквизит 1 и вытаскиваем число но мы хотим чтобы из ума сразу же посчиталось для этого мы и вводим процедуру команды наши уже готовые процедуры элемент с элементом кстати есть один прикольчик ведь мы должны обязательно что-то в передать то есть тут обязательно уже есть переменной значит должен придать но она даже напишет ошибку что такое переменные я не понимаю переменные так далее не обнаружено но если я место переменной передам ничего от пустую строчку то она мне сама напишет ошибку процедура или функция не определена не ну сейчас разберемся чуть не так этим опытным путем было определено почему ваши ошибка была как раз таки вот это тоже очень важный прикол то есть на сервере мы не можем вызвать какую-либо процедуру вот из клиента то есть у нас тут есть разные процедуры мы но мы не можем их вызвать повторно здесь и пишет ошибку но вы ее уже видели для того чтобы не писала ошибку мы ее вызываем уже после процедуры на клиенте и элемент кстати а вот как удобно на понимаете такое но на всех случаях все равно передадим пустоту раз равно будет работать под элементом что-то хранится но нам об этом задумываться не надо нам надо просто вызвать похожую процедуру надо в 1 2 3 за сонку число и выберем повторно и она подставилась и автоматом посчитала все написал ошибку что мы тут фигню написали вместо нормально переменной а так все работает она посчитала взяла какую-то переменную из другого места это такая скажем основа нормальная для подсчета всего на свете без этого очень сложно если этого не знать из программирования с формами ну пока так максимум что тут еще можно побазарить это тоже поди дизайн всякие элементы можно поиграть например мы можем делать обязательное поле пример но здесь она делается в издевательствах но у нас может быть такой прикол у нас может завестись такая переменная под названием галочка с типом булева но это да нет мы это уже знаем а переношу я неправильно она у нас здесь и вот и зависимости от этой галочки становится понятно нужно нам это поле заполнить или нет но пример из реальной жизни резерв то есть зависимости если это переменную ну мы стоим на каком-то мемплатуре надо ее зарезервировать и чтобы понять что она зарезервирована мы нажимаем галочку то есть если она не резервирована то вместо примера у нас например сколько да пожалуйста изменить вот прикол в том что даже за это тоже надо пояснить когда мы в коде работаем с переменными жестко то их обязательно ну именно мы их тут передаем но прикол в том что мы можем во время процесс программирования понять что мы неправильно ее название меняя имя 1s к автоматически просто по всей системе проверяют все модули и смотрит если есть точно такая же переменная или что-то еще сколько она сообщает об этом что к этому объекту обращались раньше вот так и она автоматически позволяет заменить его на сколько и ошибок не будет то есть объект сколько до этого был объект понятно какое короче она за вас будет исправлять ошибки связанные с изменением имени обходите по году горе имя название переменной она сама все заменит ладно вот значит когда мы сто процентов резервируем нам надо обязательно указать сколько но если мы не резервируем нам не надо обязательным делать это поле но как бы такую функцию просто так не задашь и это надо прописывать то есть мы даже сделал такой прикол мы это поле спрячем вот можно сделать видимость подключить галочку все мы его не видят но как бы он тут так остался и он будет включаться только когда зависимости когда будет гореть галочка во первых мы это пропишем событиях при изменении как удобно тут только одно действие можно делать и создаем на клиенте потому что нам не надо лезть на сервер значит зависит но тут надо кстати еще и проверять тут как в обычном программировании естественно если вы пришли сюда не знаю обычное программирование то мне его жалко мы делаем проверочку если объект . резерв тогда в общем если тогда обязательно в конце надо прописать это обычные операторы условия если в этом значении внутри будет истина значит выполняй если ложь то выполняй или не выполняй но зависимость мы тут еще иначе пропишем в общем да если бы без иначе она бы при значении тут ложь просто пропускала бы но вы потому что мы написали иначе она будет выполнять а то и нативное действие есть тут ложь так вот из того что резерв у нас булева то есть это уже автоматом истина или ложь если не горит галость который это ложь если она горит то это истину так что нам не надо писать повторную проверку истину и проверять это истина или нет хотя вот такая же строчка тоже будет работать так немножко сократили код и прикол в том что если она истинно мы пишем элементы . сколько сейчас короче снова опытным эксперимента было понятно кстати запись идет было понятно почему мы смогли обратиться через точку сколько потому что но тут она называется сколько это правильно но здесь именно в этой менюшке хоть она здесь называется сколько надо обращаться когда мы пишем элементы то есть вот это как бы объекты это элемент они здесь хранятся обязать должны писать пример то есть это от прошлого еще сходилась тогда вот появляется и тут же можно подкредактировать видимость равно истина тогда будет видно а тут наоборот ложь типа не видно вот еще одно серьезное отличие в объектах мы можем просто вызвать и металл работает со значениями внутренних а в элементах мы не можем работать со значениями ну вот зачитали табличную часть вот это прям исключение вот она тупо работает с визуалкой и с другими параметрами ну про них знать не надо просто поймите что элементы когда вы хотите например у примера поменять видимость цвет фона то пользуйтесь элементы по наш переменная еще ее менять как хотите все но у нас сейчас будет прикол которому сейчас увидим типа мы просто от поигрались с видимостью о появляется истязает но если я ее например оставлю галочку только то как бы логически у нас должно поле то появится но она не появилась потому что тоже это все было временное конечно потому что указали основное действие его прятать но нам это не надо нам нужна еще и проверочка при создании на сервере или при открытии вот при создании на сервере и кстати функция сразу на сервере она может нормально работать мы пишем что то же самое короче пишем делаем проверку если у нас галочка горит то показывает если галочка не горит то не показывает все и как бы мы сразу же смогли ее показать спрятать и в зависимости какая-то галочка но это запоминает проверяет все идеально но мы это поле не смогли сделать обязательно мы это сейчас исправим а и как мы это исправим видим снова форму с обычаем и вот перед перед записью или запись на сервере тоже без разницы особой но разница есть на сервере больше доступна и так далее а вот перед записью создать на клиенте недоступно создать на клиенте и на сервере зато можно создать на контексте но за контексте даже пояснить не будем создаем на клиенте и что проверяем если значение заполнено то есть это такая цена вот заполнено то есть вот это я бы сказал функция да она возвращает истина или ложь в зависимости заполнен параметр или нет если там нолик стоит то он автоматически понимает что он не заполнен если это строка то он понимает что если там еще методу он не заполнен и пишет ложь если она заполнена то пишет истину хоть чем-нибудь пишем как раз таки наш объект новенький вот тут я могу уже обратиться сколько то есть в элементах мне надо обязательно обращаться как она здесь называется а в объектах как она вот здесь называется ну вот чуть сколько насколько и все проверяем . запятой так вот что мы должны делать мы должны во первых сообщить то есть это тоже очень сильно оценивается на ваш скиллсе чтобы не просто она не записывала а должны еще сообщить почему я не записала но как нормальных вещах у нас что сообщаем сколько не не заполнено но она сама его запишу по вкусу и совсем и для того чтобы она его не записала мы делаем отказ равно истинных отказ это просто универсально тоже прикол 1s а это она появляется всегда только перед записью не перезаписи на сервере и других местах и эта штука отвечает за что-то вы видите тип сверху у процедуры или функции вы можете сразу понять что написав отказ равно истина вы поймете что любые действия то есть она сразу же выходит из всех процедур и выдает ошибку и при этом она не записывать и сохраняет просто выдает ошибку и все то есть прям то что нам нужно это продемонстрирую и например всякие там записи регистр она тоже отменяет нажимаем галочку записать и закрыть она записала закрыла а мы сейчас проверим почему а ты даже проверять не надо она просто проверять значение запомни запомнить нам очень важно я забыл проверить если галочка нажата до 1s в эту часть такой еще прикольчика удобно можно делать большой перенос или сразу же редактировать все форматирование чтобы код был правильный и тут он неправильно все сделал чтобы ее вызвать то есть она не будет видно вот так будет для того чтобы я вызвать надо право кнопку ночь по тексту здесь ладно нажимаем тут выбираем если галочка нажата то значение заполнено объект если она кстати проверить что она делает сейчас хранить я ставлю точку остановы это тоже тему про нее надо отдельно поговорить я когда запускаю программу значит кадры издевательства мы можем прям проверять разные значения вот как раз таки идет проверка на заполнение вот мы пробежали какие-то строчки и выделяем там выделяем нажимая shift f9 можем посмотреть выражение значение и тип которые хранятся в этой переменной но мы не можем прям посмотреть сейчас какое значение про хранится здесь потому что мы прям на этой строчке стоим а нет можем но это потому что как это не ладно короче просто знаете когда вы стоите на какой-то строчке обязательно стоял пробегите и один раз и только потом смотрите на ее значение то есть я вот не могу отказать сейчас писать у него значение но ложь стоит самого начала то есть наша операция еще не совершилась по мы стоим на это точно запись идет точно не дать клеточки и нажимая снова f11 а идет я уже испугался то мы можем увидеть что у отказа истина наша операция произошла и все данные точные все прекрасно значение заполнено все идеально значит я пояснил за это еще раз поясню за элементы элементы короче штука пишем элементы . название этой штуки после чем можем просто вот расположение менять пишут точка горизонтального положения меняем меняем цвет текста фона но и тупо краски все эти безвалка видимость с элементами связаны ну это как бы такой код связанный тоже с подсчетом в основном всякой контролю видимости и просто то что элемент нельзя записывать те же самые функции действуют во всех почти элементов следующему а я сейчас вам такое расскажу короче эта штука очень хорошо оценивается на уж скилсы и просто до экзамене тоже может быть может не быть но я ее все равно покажу короче эта штука называется импорт фотографий то есть вот такого импорта нам не хватит то есть в общей картинке это вообще не трушная тема для того чтобы отрушена и тему что мы прям во время вот этого режима могли кит картинки загружать вот эта тема сейчас я ее продемонстрирую как ее делать во первых да сейчас надо просто заполнить как-то делать потому что объяснять это долго прям это надо рыться рыться внутри надо просто смириться что она так работает и повторять точно так для начала я потом в конце расскажу почему этот способ лучше чем другие мы создаем такой справочник под названием файл именно в нем будут храниться все наши картинки и запоминаться кому они идут и обязательно файли создаем реквизит под названием тоже файл или как хотите так и называйте самое главное чтобы у него был тип данных хранилище значения да с ним там много проблем но и объяснить не буду про хранить и значение потому что это будет лишнее и нам будет отмешать ну это как заставить голову что просто жизнь значит выбираем тут картинка но даем ей не какие там тип картинки а ссылка на справочник файл все дальше идем форму форму элемента тут мы ничего не делаем а вот здесь мы убираем картинка она тут не нужно того что роли картинки будет служить целый другой реквизит под названием фото или тоже назовите как хотите и прикол том что мы у него делаем тип строка и у чипы ну и после того как мы ее принесли делаем вид а сейчас картинка все дальше пойдет сейчас код а нет у картинки сразу же там по приколу зададим авторазмер все теперь мы можем создавать кнопку и назовем ее загрузка фото и задаем ей функция он на функционал как же надо делать и на сервере все для начала мы создаем две таких перемены под названием имя путь надо я объясню в отдельном уроке вообще как это работает у нас пока дам экзамен нам главное его сдать и просто запоминать из способов повторить его три или даже пять раз и будет нормально там запомниться нормальная тема ладно используем такую функцию как поместить файл поместить файл делаем имя два раза это запятуйки и путь истина закрываем скобку равно истина фото равно если не ошибаюсь путь тут пишем конец короче эта штука автоматом просто открывает нам проводник вот прям вот этот проводник после чего да и мы можем выбрать любую картинку и при этом она его откроет и проверяет если мы выбрали картинка то тут будет значение истина и она сам если мы не выбрали картинка нажали крестик то будет значение ложь и она мимо всех вот этих штук пробежит ладно дальше мы до самое такое сложное мы прям в коде и на сервере обязательно можем создавать новые элементы вот новый файл это просто переменные а вот цепь справочники . номенклатура у нас файл . создать элемент мы можем создавать элементы мы можем удалять элементы и все это делается на сервере и вот сейчас мы переменной присвоили создать файл это очень странно и создать для справочник элемент справочника а как то вообще должно работать а очень просто то есть теперь когда мы в переменную присвоили создание справочника она очень странно звучит мы можем после этого нажимать на точку и нам даются все реквизиты данного справочника и мы прям так скажем можем предопределенно заполнить и мы будем заполнять файл но файл это не обычный тип данных такие как число это у нас целый хранили все значения а это там штука хранится в 16 личной системе для нее надо отдельно создавать новый хранилище значение ну за это я не буду поместить в отдельный мой вот короче получить из временного хранилища да это на тему того что такие переменные хранятся временном хранилище и их можно получить нормально только из временного хранилища и пишем фото название той переменной дальше фото равно не поместить файл а а сейчас я вспомню помню надо сделать поместить поместить во временное хранилище но даже не думаем это вообще убьет мозг если об этом начать думать на вопрос писать также помещаем во временное хранилище новый файл . файл . получить а я всегда мне на раскладку английскую решил переключить и такой бывает файл . получить дальше финал очка новый файл . записать ненавижу а я очень это пиши ссылка я сейчас так по модульно объясню в общей схеме ничего все это делается и вот при создании на сервере фото равно навигационную просто ссылку вводим сюда картинка сюда название вот этой штуки той переменной из файлов короче объясняю по модульно нам не надо отображать короче вот эта штука нужна для того чтобы получить из проводника картиночку эта штука нужно чтобы сохранить картиночку а эта штука нужно чтобы поместить при открытии на сервере фото в эту штуку я уже пояснял что она не ничего не запоминает и для того чтобы она ну как бы так лучшую мы это делаем проверку она запоминает таким образом сама заполняет берет просто значение из файла все проверяем вдруг заработает а мы это делали номенклатуре создать сейчас запускаем и она пишет ошибочку используем синхронных методов на клиенте запрещено да 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 это прикол связанные с синхронными синхронным программированием то есть использую синхронное программирование у вас не будет эти штуки работать на сайтах но про сайте мы даже не думаем короче самый прикол в том что благодаря тому что мы используем поместить файл это как бы синхронный метод программирования а в один из он когда дарод запрещено для того чтобы она разрешилась мы просто идем два раз по конфигурации пика тут тоже море настроек своих но нам нас интересует режим используем синхронных вызовов использовать все после этого перезапускаем создать я ставлю на паузу то что нельзя видеть короче я снова допустил ошибочку ошибка заключается то что мы должны передать не путь а имя как бы путь это прям проводники сверху прям от папки c но от корневой диска c и там до самого рабочего стола и до самой нужного пути короче короче таком путь а имя это прям название так скажем что с чиричным самого элемента я снова забыл об этом мы сейчас заново это сделаем лактура создать я выбрал картинку и по сути все вот называем как нибудь 1 2 3 снова выбираем и картинка запоминается все 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 идеально других нет а тут запомнилось это тоже прикольно это нам по сути больше это все что надо знать и загрузка картинка нет я снова забыл рассказать прикол прикол еще иногда бывает то что могут попросить выгрузку этой картинки но надо знать что чтобы картинку выгрузить не написать огромную процедуру делать целую кнопку нажимаем правой кнопки мыши сохранить как для того чтобы пояснить что у вас такой функционал есть конечно типовой но все равно это как будто ваш функционал вы просто пишите там текстовый блокнотчик у вас будет пишите все функциональные опции то есть вы пишете есть способ загрузки картинки а второе есть способ импорта картинки нажимаем на эту картинку правой кнопкой мыши сохранить как все этого вполне хватит до программирования сегодня вышло много так что как-то так ну да тогда программирование конечно она будет всегда новых много способов будет тоже это все следующие уроки на следующем уроке мы поговорим про импорт это вообще жестокая штука но после импорта там начнется прям тоже жесть нормально вообще тогда все всем пока и и и и